В эфире программа «Территория закона» в студии Дины Исляевой. Смотрите сегодня. Ректору РГУ не до шуток. 1 апреля его задержали из-за выдачи фиктивной премии работникам вуза. Преступная работа с возможностью карьерного роста. В Рязани судят сотрудников интернет-магазина, поторговавшего синтетикой. В школе закрыли глаза на конфликт, теперь им занимается прокуратура. Новые факты о САСовском ученике с электрошокером. Выписали фиктивную премию сотрудникам, а деньги планировали потратить на прием для комиссии Рособорнадзора перед государственной аккредитацией университета. 1 апреля сотрудники Следственного комитета задержали ректора Рязанского государственного университета Сергея Минаева и проректора Елену Кирьянову. Это, пожалуй, первый случай в Советском суде, когда подозреваемого в тяжких преступлениях проводили в зал под аплодисменты. На заседании по делу ректора Рязанского государственного университета Андрея Минаева подозреваемого в мошенничестве и превышении полномочий привели студентов и преподавателей. Я, конечно, здесь прежде всего, чтобы по-человечески, морально поддержать присутствие просто своим. Обыск в РГУ, как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, прошел из-за написанной жалобы. Документы о премии нашли в ходе проверки и передали в региональный следственный комитет. Как было установлено, руководство ВУЗа готовилось к предстоящей государственной аккредитации. В Рязань должна была приехать комиссия Рособорнадзора. Стремление получить расположение проверяющих лиц и сыграло роковую роль. Руководство ВУЗа подготовило распоряжение о поощрении работников университета. На цели был выделен 1 миллион 200 тысяч рублей. Часть этих средств планировалось использовать на так называемые представительские расходы организацию приема по случаю приезда комиссии. Воспорождено уголовное дело по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту использования должностным лицом РГУ имени Есенина своих служебных полномочий вопреки интересам службы. Присутствовать на заседании смогла не вся группа поддержки. В зал вошли 16 человек, только предусмотрено место и все представители прессы. Следователь предложил выбрать меру пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. Это обусловлено тяжестью преступлений, в которых подозревают Минаева. Они тяжкие, а во-вторых, связаны с бюджетными делами, с коррупционной направленностью, поэтому, в принципе, с тяжестью, да, совершенно пресечения. При этом мы занимаемой должностью определенной, в связи с тем, что свидетели по уголовному делу являются фактически все подчиненные, поэтому в виду изоляции и избирается такая мера пресечения. Прокурор предложил выслушать защиту, чтобы потом высказать свою точку зрения. Защита настаивала на домашнем аресте. Считаю нецелесообразно здесь избирать меру пресечения в виде заключения под стражу. Это чрезмерно строгая будет в данном случае мера, потому что те основания, которые указаны следствием, во-первых, у нас подозрения все-таки, на мой взгляд, носят больше не конкретный, местами надуманный характер. Откровенно говоря, дело не готово, то есть у нас возникает масса вопросов, и при этом наш подзащитный готов давать показания, готов прояснять эту ситуацию, потому что это в первую очередь в его интересах, чтобы его доброе имя, собственно, было сохранено. Заседание продолжили после перерыва. Я полагала, возможно, удовлетворить податься к следователю об избрании меры пресечения Минаева Андрея Ивановича в виде заключения под стражей на один месяц 30 суток, то есть всего до 31 мая 2019 года включительно. Как установлено, в ходе предыдущего настоящее судебное заседание, Минаев привлекается к уголовной ответственности за совершение умышленно тяжкого преступления, за наказание законодатель предусмотрено вплоть до лишения им свободы до 10 лет, а также штрафом в размере 1 миллиона рублей. Защита продолжала настаивать на домашнем аресте, аргументируя позицию тем, что у подозреваемого проблемы со здоровьем. Кроме того, сообщалось, что он дает показания по делу и готов сотрудничать со следствием. Материал в главном деле имеется в его протоколе допроса, где он показания отказался, воспользователь 51. Сегодня, до заседания, он тоже так же вызывался на дачу показаний, однако дал показания о том, что он, если только ректор, по обстоятельствам совершенного преступления показаний не дал. Поэтому те доводы, которые говорят в защите о том, что он дает показания какие-то, это является не совсем правдой. Андрея Минаева арестовали в зале суда. Он пробудет в СИЗО до 31 мая. Дина Ислева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В конце марта в селе Шумыш до тла сгорел жилой дом. К счастью, никто не пострадал. Как выяснилось позже, причиной возгорания мог стать поджог, а не несчастный случай. Мы встретились с владельцами дома и выслушали их версию произошедшего. Готовились ко сну. Выбежали в ночнушках, когда почувствовали запах дыма. Две женщины и трое детей, одному из которых меньше месяца, покидали горящий дом в основном через окна. Из вещей вынести ничего не успели. Крыша вспыхнула через две минуты, а в течение получаса от дома уже ничего не осталось. Основная версия – поджог. Мой племянник избил свою жену, и она пряталась у меня. И он пришел ее искать, и он наркоман. И он со злости, потому что были его дети, мы были там. И он залез на второй этаж, облился бензином и поджег. Пожар произошел в воскресенье в поселке Шумыш. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Дом сгорел до тла, остались только стены. К счастью, люди не пострадали. Светлана отделалась парой ожогов, огонь капал на нее с потолка. Именно она следила за поджигателем и громко кричала, чтобы все немедленно выбегали. Так мы смотрели, он ходил с другом вот здесь. А с правой стороны у нас была лестница. Строители как делали, и муж там тоже усадил. И он вот залез по этой лестнице, и здесь еще окон не было у нас. Ну нет столько денег, чтобы сразу... Ну я понял. 12 лет. И залез, и здесь была дверь на мансарду. И он зашел через дверь на мансарду и облил все. Сначала думали, что хочет выломать дверь, однако женщина почувствовала резкий запах химии. Сгорели даже трубы. Теперь все нужно начинать заново. В том числе проводить канализацию и газ. Ведь дом официально признан непригодным к восстановлению. Мы его строили 12 лет. Я работала на двух, на трех работах. Экономила на всем. У меня нет средств, чтобы его восстановить. И другого жилья у меня нет. Поэтому я обращаюсь к неравнодушным людям. Мне очень стыдно просить. Я всегда зарабатывала сама. У меня родители умерли. Но сейчас ради дочки. Если бы я была одна, я не просила. Ради дочки. Мне нужно восстановить этот дом. Любая посильная помощь. Одежду и обувь погорельцам помогли собрать люди. Сейчас семья готова как к весеннему, так и летнему сезонам. Основная задача – восстановить дом. С просьбой о помощи обратились в Министерство сельского хозяйства. Там обещали помочь строительными материалами. Однако этого не хватит. Работ предстоит очень много. Во-первых, мы хотим снять жилье. И вот, говорю, лес закупим. Профлист на крышу. Нам сказали, можно там пеноблоками внутри обложить, чтобы тепло было. Делать надо отопление, воду. То есть, все заново. Там остались просто стены голые, не окон. Внутри все обвалилось. Сгорело все дотла. Если вы хотите помочь Светлане и ее семье, то можете перечислить деньги на карту, номер которой сейчас видите на экране. А также задать вопросы лично женщине по телефону. 8-920-960-9939. Светлана будет рада любой помощи. Галина Кудряшова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Боеприпасы времен Великой Отечественной до сих пор находят в местах, где шли бои. И хотя они пролежали десятки лет, все равно представляют опасность. Но только не для 52-летнего жителя поселка Приозерное Рязанского района. У него дома нашли целый склад. В квартире у 52-летнего жителя региона сотрудники уголовного розыска нашли 55 патронов двух разных калибров. А в его гараже обрез охотничьего ружья и еще 15 патронов обнаружили все это в ходе санкционированного обыска. Сотрудники полиции проверяли информацию о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Части стрелкового оружия, корпус гранаты, патроны времен Великой Отечественной войны. Все это лежало в гараже у жителя поселка Приозерное. И согласно результатам проведенной экспертизы, обрезы патрона оказались пригодными для стрельбы. С какой целью вы хранили весь арсенал? Так для, как сказать, для любопытства там или как? Лежат они и лежат. Нашел, зачем выкидывать. Пусть лежат, пригодится, может кто спросит. Мужчина рассказал, что все это он выкопал в местах боевых действий Смоленской области. Теперь ему грозит уголовное наказание. В отношении жителей Рязанского района возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия его основных частей и боеприпасов. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей. Напомним, найденное оружие можно добровольно сдать сотрудникам правоохранительных органов. Кражи денег с электронных карт, вирусы, работающие с системами онлайн-банкинга, программы-вымогатели. Уловок у охотников за полезной информацией становится все больше. От их действий страдают и крупные компании. Здесь урон огромен, потому что под прицелом базы данных и информации о клиентах. НПО «Резур» – одно из крупных предприятий Рязанской области, которая уже 22 года работает в сфере производства высокотехнологичного взрывозащищенного оборудования, систем обогрева, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации. Сегодня «Резур» – это более 300 сотрудников, 5000 квадратных метров складских помещений и 25 тысяч квадратных метров производственных площадей. Компания предоставляет рабочие места для жителей Рязани и области, увеличивает налогооблагаемую базу и стабильно пополняет бюджет региона. «Наше предприятие стремительно развивается. Есть много наработок в области проектирования и производства оборудования, его реализации, много партнеров, с которыми налажено долгосрочное сотрудничество. В связи с этим, конечно, возрастает огромный интерес к нашей компании со стороны третьих лиц. Они преследовали цель завладеть конфиденциальной информацией. Но на предприятии организована системная работа по обеспечению режима коммерческой тайны. В ходе проведенной работы был установлен факт неправомерного доступа к информационным ресурсам нашего предприятия. Была скопирована информация, которая представляет коммерческую тайну предприятия. Мы предполагаем, что это был заказ, и к нему причастны коммерческие предприятия, наши конкуренты и криминальные структуры из других регионов, в том числе из города Нижнего Новгорода». Неудивительно, что успех НПО «Резур» привлекает злоумышленников, занимающихся хищением информации для фирм-конкурентов. Ведь «Резур» эффективно сотрудничает с крупнейшими зарубежными и российскими партнерами, такими как «Газпром», «Роснефть», «Лукоил», «Таиф», «Уралхим», «Фасагро». А продукция компании имеет широкую область применения в химической, металлургической, электроэнергетической, нефтегазовой и других отраслях промышленности. Конечно, сведения об экономической и производственной деятельности такого предприятия представляют особую ценность. Их и попытался выведать правонарушитель через руководителя одного из структурных подразделений НПО «Резур». Он мне тоже звонил, хотел узнать конкретную информацию, интересовался, какое оборудование было закуплено, по какой цене, у каких поставщиков, что будет производиться с его помощью, в каком объеме, для каких целей. Хотел составить полную картину о работе предприятия, о его объемах, о ходе работы вообще. Такие вопросы вызвали у меня подозрения, информацию предоставить я отказалась. Соответственно, сразу позвонила руководителю. Не получив интересующую информацию, злоумышленник решил налаживать контакт с другими сотрудниками. Этот человек звонил мне зимой, перед Новым годом, что меня, в принципе, удивило. Мы виделись с ним всего несколько раз. Вопросы в целом касались нашей организации, нашей работы, наших контрагентов, одного из направлений нашей деятельности. В дальнейшем поступило предложение работать вместе с ним. Сразу были сделаны выводы, что этот звонок был с целью получения информации, как на краткосрочной, так и на долгосрочной основе. На что он получил отказ, впоследствии о данном случае я сообщил нашему руководству. Человек неоднократно звонил, предлагал сотрудничество, предлагал предоставить информацию о наших клиентах. Я знал, что данное предложение это незаконное, и работы в данной компании я отказался сотрудничать. После звонки прекратились. По факту произошедшего отделом МВД России по советскому району города Рязани возбуждено уголовное дело по 272 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Неправомерный доступ к компьютерной информации, как сообщили в пресс-службе ведомства, на данный момент ведется расследование. В Рязани идет суд над распространителями наркотиков. Продавали синтетику через интернет-магазин. С закладчиками работали 6 человек, в основном молодые люди. Сеть действовала в нескольких регионах. Организатор до сих пор не задержан. Недалеко отсюда был задержан молодой человек, который являлся закладчиком наркотических средств. Данный молодой человек участвовал в преступном сообществе вовсе. Лесопарк – любимое место отдыха рязанцев. А еще недалеко от него нашли закладку синтетики. Произошло это примерно год назад. Работали распространители через интернет-магазин. Закладки делали в основном молодые люди. Они знали, что нарушают закон. Шли на это, потому что получали неплохие деньги – 150-200 рублей за одну закладку. Разоблачили сеть, когда задержали молодого человека на улице Рыбацкой. Наркотическое средство, за которым он пришел, находилось в одном дупле из деревьев, где он и был задержан. Данное наркотическое средство он забрал. Это была достаточно крупная партия для того, чтобы расфасовать на более мелкие партии и разложить в определенных местах города Рязани. Когда он увидел стражей правопорядка, выбросил мобильный, в котором была переписка, в реку. Но это не спасло. Он все равно отправился под суд. Пять подозреваемых признали свою вину. Он пытается доказать, что не знал о содержимом пакетам. Четверо из них занимались именно распространением наркотических средств. А двое оказывали им пособничество. То есть действия, допустим, расфасовки наркотических средств на более мелкие партии. То есть им приносили более крупные партии. И они расфасовывали маленькие пакетики для того, чтобы их было удобно разложить в определенных местах. Вот как раз в деревьях, под какими-то плитами. Организатор задержан тоже? Нет, организатор данной преступной группы не задержан. Это потому, что преступная сеть действовала на территории нескольких областей, в том числе и Рязанской областей. Являлась очень крупной организацией, но организатор не задержан. Задержаны вот как раз все участники данной преступной группы, которые осуществляли свою деятельность именно на территории Рязанской области. Распространителям грозит срок до пяти лет лишения свободы. Решение, предположительно, в конце апреля вынесет Октябрьский суд Рязани. Еще одного распространителя задержали на этой неделе рязанские полицейские. Его подозревают в организации оптового склада для бесконтактного распространения синтетических наркотиков. Интернет-склад наркотиков, действующий на территории региона, обнаружили оперативники управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков регионального УМВД совместно с региональным УФСБ в ходе мониторинга. Полицейские установили, что держатель склада получает из соседнего региона крупные партии наркотиков и готовит их к сбыту на территории города Рязани. Связь между звеньями цепи и распространение запрещенных веществ велась законспирирована. Однако специалисты УНК и УМВД смогли установить злоумышленника. Им оказался 30-летний гражданин одной из стран СНГ. Мужчину задержали, когда он выходил из дома. У него были обнаружены крупные и мелкие упаковки с разными веществами, электронные весы, респиратор. Экспертиза установила, что он незаконно хранил более двух килограммов синтетических наркотиков. Когда ты должен разложить был? Сегодня 10 килограммов. А вот это остальное? Остальное, говорят, это просто на хранение. Это и у нас сегодня. Ближайшие дни. И все ты должен был разложить, да? А получал где? Ну, они давали адреса. Давали адреса, да. В основном какой район был? Разные, не сзади. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит срок до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сотрудники полиции устанавливают все звенья цепи незаконного распространения наркотиков. За конфликт учеников ответит руководство. Прокуратура занимается проверкой инцидента, произошедшего в третьей школе города Сасово. Мальчик принес с собой на занятия электрошокер и перцовый баллончик, чтобы разобраться с другим учеником. В школе попытались скрыть конфликт. Ударил электрошокером, а потом распылил в его сторону баллончик перцовым. Разборки из 90-х в районной школе. Между учениками уже давно возник конфликт. Учителя об этом знали, но не предприняли ничего, чтобы изменить ситуацию. Отношения накалились до предела и 18 марта мальчик принес в школу не только учебники и тетради. Произошел новый конфликт и школьник достал электрошокер и ударил им другого ученика. А после этого брызнуло лицо из перцового баллончика. В школе возникла угроза безопасности здоровья учащихся и сотрудников образовательного учреждения. В медицинский пункт школы стали обращаться дети, жалуясь на покраснение кожи. Нигде этих сведений о том, что такой инцидент между детьми произошел, в правоохранительных органах нигде не вызывали. Они проинформировали только управление образования города Сасово. Прокуратура провела проверку, которая показала, ученик беспрепятственно носил в кармане куртки и портфели газовый баллончик с перцем и мог распылить его в здании школы, поставив под угрозу здоровье других людей. По установленным фактам, начальнику управления образования города Сасово и исполняющему обязанности директора школы внесены представления об устранении нарушений законодательства об образовании. И напоследок разборка дворников, которая закончилась трагически. Они выпивали в начале рабочего дня. Все шло как обычно, пока женщины не решили выгнать из квартиры знакомого. Он отказывался уходить и получил удар в живот ножом, которым только что нарезали закуску. Мужчина схватился за живот и вышел из квартиры. Этот шаг стал последним в его жизни. Он упал на лестничной клетке. Его увидели соседи. Они и вызвали скорую, которая увезла его в больницу. Сам мужчина о том, кто ему причинил повреждения первоначально, не говорил. Сказал, что сам разберется. Но впоследствии все-таки сказал, что его ударила ножом знакомая женщина. Однако рана оказалась несовместимой с жизнью. И мужчина впоследствии скончался. Через сколько дней? Через неделю. Вот. Именно данные раны в живот. То есть повреждения желудка не смог он его пережить. Женщина пыталась замыть следы крови на ноже, но у нее это сделать не получилось. К тому же все свидетели показали, что это именно она убила мужчину. Как позднее рассказала она сама следователям, всему виной алкоголь. Если бы не была настолько пьяной, не совершила бы преступление. Было установлено, что ранее она совершала аналогичное преступление. Именно так же с использованием ножа в состоянии алкогольного опьянения. Так же причиняла телесповреждения своему сожителю. Настоящее время... Но ему повезло больше, что он остался жив. Да, в данном случае смерти не повлекло, но повлекло причине тяжкого вреда здоровью. Теперь женщине грозит срок до 15 лет лишения свободы. Дело уже передали в суд. Это была программа «Территория закона». Увидимся через неделю. Берегите себя.